СИНЕРГИЯ ЕДЫ Существуют тысячи фитохимикатов, которые никогда не попадут на коробки с кукурузными хлопьями, но могут играть важную роль в снижении риска развития хронических заболеваний. Мы знаем, что защитное действие цельных растительных продуктов было неоднократно доказано, и поэтому понятно, что ученые пытаются найти волшебную пулю, активный ингредиент, чтобы продать его в таблетках. Но таблетки просто не могут повторить это сбалансированное природное сочетание фитохимикатов, присутствующих во фруктах и овощах. Извлеченные из соединения, они могут потерять свою активность или вести себя по-другому. Считается, что антиоксидантное и противораковое действие растительной пищи обусловлено накопительным эффектом или синергетическим, то есть целое может быть больше, чем сумма его частей. Это объясняет, почему таблетка просто не может заменить сложное взаимодействие фитохимикатов из цельной растительной пищи. Как отметил Т. Колин Кэмпбелл, более сотни испытаний в подавляющем большинстве случаев не показывают долгосрочную пользу витаминных добавок, наряду с тревожными выводами, что некоторые добавки могут даже увеличить риск заболевания диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Добавки рыбьего жира оказываются бесполезными или даже вредными, хотя наука кажется равнодушна к этому. Люди продолжают покупать. Желания быстрых исправлений через таблетки являются подавляющим, особенно если на этом можно заработать. Каждое растение имеет тысячи различных фитохимикатов, и растения имеют совершенно разные составы фитонутриентов, и поэтому синергетические эффекты могут проявляться при употреблении различных продуктов вместе. Так же, как потребление бета-каротина в форме моркови является более выгодным, чем в виде таблеток, изо всех других соединений в моркови, которые могут взаимодействовать синергетично с бета-каротином, когда вы окунете морковь в хумус. Окажется, что тысячи соединений моркови смешиваются с тысячами соединений нута. И это всё, о чём было это исследование. Что произойдёт, если смешать различные фрукты с различными овощами и различными бобами? Сочетание продуктов питания между различными категориями действительно увеличивает вероятность синергии. Например, вот антиоксидантная сила одной малины, и вот антиоксидантная активность только фасоли адзуки. Так что если бы был только накопительный эффект, ожидаемая комбинация была бы здесь. Но наблюдаемая антиоксидантная активность соединения оказалась больше, чем при потреблении по отдельности. А как насчёт антиракового эффекта? Что если повторить исследование, но на этот раз попробовать капнуть различные комбинации пищевых продуктов на клетки рака молочной железы, растущих в чашке Петри? Иногда можно получить те же синергетические эффекты. Вот что виноград может сделать с клетками рака молочной железы, подавляя их рост примерно на 30%. Но лук работал ещё лучше, снижая рост клеток рака молочной железы в два раза. Теперь, добавив по половине от каждого, можно предположить, что мы получим что-то среднее между двумя составляющими. Но исследователи получили это. Подавление роста раковых клеток до 70%. Таким образом, целое плюс целое даёт больше, чем сумма частей. Рекомендовали ли людям есть разнообразную пищу? Может быть, добавлять изюм красному луку в ваш следующий салат? Где здесь деньги? Нет, единственная причина, по которой они исследовали различные типы взаимодействий, заключается в определении смесей, которые в конечном счёте могут привести к разработке чего-то вроде луковых колец со вкусом винограда или типа того. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!